Здесь происходит замес, спирт мешается с водой. Водка хорошая, да? Хорошая получилась водка или нет, этим людям знать не обязательно. Их дело точно и пошагово выполнить всё, что велел хозяин. Смешать, разлить, запечатать. Иначе говоря, сделать всё, чтобы сбоя в работе подпольного производства не случилось. Трудились 17 граждан поезжих из государства Средней Азии. Все они осуществляли кустарное производство. И оклейку поделили специальными федеральными марками контрафактной алкогольной продукции, маркированной товарными знаками известного бренда. Как выяснили полицейские, спирт сомнительный, а этикетки акцизной марки поддельные. Но это рабочих не волновало. По-русски разговариваете? Нет? А как вас зовут? А сколько вам лет? А вы же говорите, что не разговариваете по-русски. Уже заговорили? Не помню. А вот коллеги-мужчины поняли сразу, на вопросы полиции лучше отвечать чётко и ясно. Деньги здесь платят? Да, платят. Вам уже заплатили? Один раз. Сколько? 30 тысяч. Норма какая была в дополнительной бутылке? Сколько бутылок? Разные. Ну, разные. Сколько? Минус. 300-400. 300-400 бутылок или коробок? Нет, коробок. За смену. Пока одна бригада рабочих ударно трудится на производстве, их сменщики отдыхают. Все в одной комнате на втором этаже. Здесь они жили за символическую плату. Сколько платите? 5 тысяч. В день? Нет. Всех рабочих стражи порядка доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшей проверки. Всю продукцию, это около 25 тысяч бутылок водки, а также 30 тысяч этикеток и акцизных марок, полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас стражи порядка устанавливают владельца подпольного производства, а также потенциальных покупателей контрафактной продукции. Елена Бабаева, Евгений Ильин, Петровка, 38.